Абхазия настолько удивительное место, что даже железнодорожные станции выглядят здесь как произведение искусства. Примеров много. Смотрите наш следующий репортаж. Есть идея привлечь маленькие станции для работы туристических поездов, отметил помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши. Сейчас курсирует один маршрут Туапсе-Гагра, который планируется продлить, чтобы он мог останавливаться в таких живописных местах, как Псырцха, Гума и Келосор. Этот проект уже находится в разработке. Формируется рабочая группа при участии Министерства экономики Абхазии и российских партнеров. Но есть много технических задач, которые следует решить. Российская сторона ставит вопрос о том, чтобы в местах отстоя поездов туристических были оборудованы соответствующие системы жизнеобеспечения поездов. Потом сразу стал вопрос о том, чтобы тяга этих пассажирских поездов туристических производилась подпосредством электровозов. Мы с учетом наших проблем в энергетической сфере, мы не совсем готовы к этим требованиям возникающим в данной ситуации. У нас есть план мероприятий, мы работаем над этим вопросом и в конечном итоге, я думаю, мы придем к тому, потому что это выгодно и российской стороне прежде всего, потому что это прежде всего сервис для российских туристов. Ну и соответственно нашей стороне, чтобы вот эти вокзальные комплексы красивые, да, там в превосходной архитектуре своей, которые были когда-то созданы, чтобы они заработали. На станции Келассур уже несколько лет движения поездов полностью отсутствуют. Станция была заброшена после Отечественной войны народа Абхазии. Как и во многих подобных местах, природа пришла на смену человеку, окутав растительностью бордюры и колонны некогда восхитительного здания. Но даже при таком виде здесь сохранились следы ее былой красоты – изящные арки, купола и прекрасная лепнина. Совсем недавно станцию очистили и убрали мусор, срезали лишние кусты и ветки деревьев. В обществе бытует мнение, что станцию взяли в аренду. Однако это не так. Нет, в Келассуре нет арендатора, да, нет арендует только станция ГУМА. Все остальное, может быть, есть какие-то намерения, но арендаторов не существует. Ижелезнодорожная станция Псырцха заброшена после войны. Именно на ней когда-то сходили туристы, путешествовавшие в Новый Афон. Несмотря на то, что павильон Псырцха, как и платформа, находится в удручающем состоянии, на данный момент поезда продолжают эксплуатировать эту железнодорожную линию. Правда, они проходят мимо, не останавливаясь. Объектами историко-архитектурного наследия являются и Келассур, и ГУМА, и Псырцха, и Гагрипш. И к этому надо очень ответственно относиться. И если даже там возможны какие-то истории с арендами, то это уже, ну это, во-первых, мы можем только рекомендовать. Это решается на более высоком уровне, Министерство экономики, Кабмин. Очень высокие критериям должны соответствовать арендатору потенциально. В Гагри, помимо одноименной главной станции, расположены еще две платформы – Гагрипш и Абата. Вторая вписана в мост через Жигварское ущелье между двумя тоннелями. И здесь поезда дальнего следования проходят без остановки. Около 250 самосвалов с различным мусором мы вывезли с платформы станции Гагрипш. Мы ее очистили от зарослей. На следующем этапе нам сейчас вот Минкультуры Республики Абхазии должно дать разрешение на демонтаж аварийного потолка. И вот сейчас мы этим вопросом занимаемся. И взаимодействуем с администрацией города Гагра. Если получится в этом году, мы там сделаем кровлю. И просто приведем его в порядок. Значит, благоустроим эту станцию, лавочки, фонари. Вот такой план у нас по Гагрипшу. Дальше Псырцха и потом уже Киласур. Лишь станция Гума совсем недавно получила новую жизнь. Долгое время серое, заброшенное, грязное, неухоженное место обходили стороной. А сегодня Гума стала арт-площадкой. Здесь проводятся различные мастер-классы, культурные и поэтические вечера. А летом на станции можно даже посмотреть кино на открытом воздухе. На станции работает фудкорт и расположены столики с навесом. По словам Октая Хазириши, есть надежда, что и другие заброшенные станции обретут надлежащий вид. И снова будут радовать жителей и гостей республики своим великолепием. Сария Кварацхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.